Как не каждый страус сможет достать голову из застывшего бетона, так и не каждый рефери может выйти с ринга в качестве зрителя на своих двоих. Привет капельки росы на черной полосе шмеля. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на моменты, когда рефери лично убеждался, что у бойцов хороший удар, а ринг это не телевизор, тут и получить можно. А пока рефери приходят в себя, чтобы специально для вас еще раз отхватить по шее, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Все-таки здоровье у мужиков не бесконечное. Как старый дуб, дряхлый на вид, внутри полон сил и готов простоять еще 300 лет, этот пожилой рефери доказал, что даже в старости бойцы остаются крепкими ребятами. В аматорском поединке по муай-тай один из бойцов решил пробить локоть с разворота, хотя куда он его хотел бить не совсем понятно, ведь противник был совсем в другой стороне. Но зато реф оказался под рукой и принял на себя всю мощь этого нокаутирующего удара, от которого, кстати, падало немало бойцов. Но нужно отдать должное рефу, хоть он и почувствовал этот панч, но в нокдаун не упал. Не знать ни преступления, а ни видеть рефери не криминал. В профи бою по муай-тай один из бойцов явно перебивал второго и решил поставить в этом бою жирную и красивую точку хай-тиком. Но к большой обиде рефери он решил, что эта точка уже лишняя и надумал остановить бойцов. Но летящий в пропасть камень остановить уже нельзя, а выброшенный хай-тик тем более. Нога четко прилетела рефу в голову, а именно в нос и наверняка его сломала. Чтобы подняться сначала нужно упасть, но чтобы подняться красиво нужно упасть больно. В этом поединке по кикбоксингу один из бойцов отправил второго в нокдаун, но тот не веря в то, что произошло, или будучи уже в другом, более приятном измерении и без боли и сомнений, резко встал и решил продолжить бой. Вот только на свою беду в противнике он выбрал рефери. Но нужно сказать, что рефери как нерушимый Эверест принял от бойца джеб и даже его не почувствовал, а потом просто смял кикера в клинч. Даже не знаю, или это такой кикер, или наш рефери великий мастер. Кривая ветка на сосне не значит, что она трюхлява, а кривой удар боксера не значит, что он слаб. В этом боксерском бою рефери все делал правильно. Разнял бойцов и затем разрешил продолжать бой, сделав шаг назад. Да вот только он не учел одного момента. Пацаны любители и бить могут по сторонам плюс-минус метр. Поэтому отходить нужно назад на три шага минимум. Но что ни говори, удар был мощный. Не поднимешься в горы, не узнаешь высоту неба, а не получишь удар в бороду, не поймешь свой предел держалки. Когда бойцы сошлись в клинч, рефери решил сразу это остановить и развести бойцов. Один из них так и сделал, а вот второй находился в наклоне и не понимал, что рефери остановил бой. Он-то думал, что противник просто потерял момент и теперь можно всадить ему снырочка жесткий боковой. Он так и сделал. Да вот только боковой на бороду принял рефери. Но сделал такой вид, будто это был не удар профи боксера, а надоедливая муха. Даже не знаю, восхищаться рефери или жалеть боксера. Не бывает двух одинаковых снежинок, но двух рефери за один бой покалечить можно. Боксер в красной форме решил войти в историю, но не как лучший из лучших боксеров, а как лучший уничтожитель рефери. Сначала четким боковым он отправил в глубокий нокаут пожилого рефа, который имел неосторожность вмешаться в схватку. Но на замену вышел более молодой и мелкий реф, чтобы попасть по нему было труднее. Но это не остановило нашего монстра, и он снова всадил левый сбоку, правда попал в лоб, а не в бороду. Все-таки и не зря выпустили мелкого. После этого боя судить бои этого бойца наверняка никто не хотел. Если не можешь вытерпеть малого, про большие замыслы забудь. В этом бою рефери, наверное, пришел с футбола, ведь так красиво показывать боль и слезы нужно уметь. После пропущенного удара, который боец никак не мог остановить, а реф сам побежал влазить между бойцами, нарываясь на удар в обмене, он начал красиво падать вперед, показывая море боли и слез, а потом еще и накричал на бойца, сделав его виноват. Но все закончилось обнимашками и смехом. Даже мелкий муравей может одолеть большого жука, а маленький рефери может выдержать удар от сумоиста. В этом бою двух огромных борцов сумо клубок интриги закручивался долго, а судья бегал по кругу, не находя себе места. Ведь он понимал, что если такой пельмень сейчас на него упадет, он навряд ли больше попробует саке. Но получилось еще круче. Боец сумо зарядил рефери ногой с разворота в падении. Такие нокауты не снились даже Ван Даму в лучшие годы. Но реф красавчик, он даже не выключился, а выплевывая кровь, продолжил судить матч. Когда стая буйволов бежит в каньоне, они не щадят никого. А когда Майк Тайсон убивал в ринге своих оппонентов, он не видел никого вокруг. В одном из своих поединков Железяка так вошел в азарт и жажду крови, что полностью потерял контроль над собой. Он так лупил своего оппонента, что даже не понял, когда рефери решил остановить это побоище, приняв его за расходный материал и всадив за компанию боковой, отправив рефа на канвас ринга. Но реф не сдался и не испугался Майка, которого боялись все здоровяки мира, и все-таки остановил этот бой. Когда ни ты не должен, ни тебе не должны, на душе легко. А когда ты делаешь в ринге ненужный и подлый удар, за который рефери притаил обиду, готовься к мести в подворотне возле кабака. В этом бою рефери остановил бойцов и сказал разойтись, но один из них, как подлая змея, решил нанести противнику боковой. Хотя бой был явно остановлен, но имея подлую натуру, природа наградила его кривыми руками, и он ударил не противника, а рефа прямо в голову. Хоть все и сделали вид, что ничего не произошло, но реф то затаил обиду, а боец даже не извинился. Не только солнце относится серьезно к своей работе, рефери в грэплинге такие же. Они всегда готовы упасть на ковер, чтобы высмотреть все нюансы борьбы. Но этот реф не рассчитал всех возможных последствий такого сближения. Борец, меняя свою позицию, зарядил коленом в голову, в лучших традициях муай-тай, отправив рефа в нокдаун. Но все-таки эти мужики красавцы. Нет пира, который не кончается, и нет боя, который не останавливается. Хоть и по разным причинам. В этом боксерском бою один из бойцов овладел явным преимуществом и всаживал отличные удары, от которых оппонент уже был на грани. Рефери это тоже увидел и решил остановить избиение. Но не тут-то было. В порыве серии боец провел четкий правый сбоку, отправив в нокаут не почти добитого бойца, а спасателя рефа. А самое веселое то, что обидчик тупо ушел в свой угол, а спасенный боец начал помогать рефу. Вот такая благодарность. Огонь в бумагу не завернешь, а от неожиданного удара не уйдешь. В этом жестком противостоянии оба бойца выбрасывали отличные удары, пытаясь склонить чашу весов на свою сторону и используя для этого любые возможности. Но когда они сошлись в клинч, реф решил это дело остановить, чтобы развести бойцов. Но одному из них в голову пришла мысль, что это и есть тот шанс. Вот он и всадил подлинненький боковой, который четко зашел рефу в голову. Но мужик красавчик. Как настоящий профи он выдержал удар, не подав никакого вида и заставил продолжать бой. Если лезешь разнимать дерущихся собак, убедись, что они налаялись и устали. Тоже можно сказать и про дерущихся бойцов. Когда рефери останавливает бой, он должен оттолкнуть обоих бойцов или подать четкую команду, которую услышат оба. А в этом бою реф решил остановить бой, но при этом обнял только одного бойца сзади. Второй, соответственно, выполняя защитные действия, не понял, что бой остановлен и продолжил техническое действие, пробив боковой, который и отправил рефери к морфею. Конечно, дедушку жалко, но боец в этой ситуации не виноват. А вы бы смогли выдержать удары, как эти рефери, или сразу бы вырубили обоих бойцов от греха подальше? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok